Приветствую вас. В вашем случае отсутствие мотивации связано с тем, что вы ориентируетесь не на себя. В своей деятельности вы ориентируетесь не на себя, а на других людей. В частности, на твою подругу. И когда вы ориентируетесь не на себя, а на других людей, вы обесцениваете себя. И обесценивая себя, вы следуете не своим целям, не своим желаниям, не тому, что у вас, вот, лично у вас получается. Понимаете? И когда это происходит, да, когда это происходит, то вы чувствуете, что это не для меня, что это слишком сложно и так далее. Почему? Потому что, а, вы ориентируетесь на результат, а не на процесс, то есть вы хотите результат, а не хотите, не хотите, не наслаждаетесь процессом. Вот. Б. Вы занимаетесь не тем, что вам нравится, не тем, что у вас получается, не тем, что вы хотите, не тем, что вызывает у вас живой интерес. И В. Это не совпадение с вашими ценностями, которые у вас есть, то есть с вашими собственными ценностями это не совпадает. Вот, соответственно, то, что обеспечивает вам быструю потерю мотивации. Ну, и нытье, да, вот то, что вы нытик, это, по факту, да, это негативные установки, запрет, да, ну, то есть запрет на успех. Вот, есть такой сценарий жизненный, называется без успеха, вот, и в этом случае вы просто получили запрет такой, то, что всё критикуете, всё обесцениваете, вот, и так далее. Это тоже корректируется, выявляется и поправляется. Вам нужно для начала вспомнить, у кого вы научились такому, то есть вследствие чего вы, грубо говоря, стали ныть. Ну, стали, начали, начали ныть. То есть, как бы, разница, разница здесь, знаете, небольшая. Вот, это могло бы послужить хорошим началом для работы с вами. Вот, вот примерно так можно ответить вам на ваш вопрос, да. То есть, мотивация, мотивация появляется у человека тогда, когда он хочет делать что-то. А хотеть, то есть, желать, ну, чего-то, да, желать, можно только в том случае, если эти, собственно, желания, да, мы выражаем. Если мы желания не выражаем, то как мы можем тогда вообще чего-то, чего-то хотеть, да. Ну, вот. А желания мы не выражаем, когда их подавляем. А подавлять свои желания мы, как правило, научаемся ещё в детстве. Вот. Когда, ну, не было поощрения, да. А, вот. Над, над, нашим каким-то инициативам, которые у нас имели место быть. Вот так, что-то. Сделалось всё в этом. К сожалению, к сожалению. Ну, к сожалению или к счастью, я не знаю. Тут уже как бы решать вам, на самом деле. Вот. Но ответить можно примерно так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Посмотрите, поисследуйте, поизучайте пока, какие конкретно чувства свои, да. Вот. Вы подавляете, примерно, какие чувства вы в себе подавляете, что вы в себе подавляете. Вот. Конкретно. И, соответственно, уже можно будет после этого с этим работать. Это уже даст нам необходимую информацию. Вот. Для того, чтобы, ну, можно было бы с этим что-то сделать. Вот. И поменьше ориентируйтесь на других людей, потому что в этом, в этом для вас ничего хорошего не будет. Да, то есть у других людей можно, в принципе, подсматривать, да, как они действуют в, ну, вот, в тех или иных, э, ситуациях. Вот. Можно. Но не более того. Что-то в остальном, в остальном лучше всё-таки ориентироваться на себя. на себя это я вам вот исключительно говорю с точки зрения хауки как лучше будет для вас то что потребуется определенная перестройка определенная работа да это безусловно но кто говорил что будет легко я думаю вы и сами понимаете что если бы это было легко вряд ли вы были бы здесь вот вряд ли бы вы обращались за помощью так что это работа вот соответственно выбираете себе психолога если хотите эту ситуацию исправить и начинаете начинаете исследовать начинаете работать конечно конечно сперва сперва лучше вам поделать задание которое я сказал которое я вам дал да сперва вам лучше его поделать вот чтобы вы все таки лучше ориентировались немного в своих чувствах которые вы подавляли подавляться вот там дальше уже можно будет двигаться двигаться на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим а я желаю вам всего самого доброго и удачи удачи